И пожелать огромного везения, так много, что хватило бы на всех. Везение конкурсантам накануне было действительно необходимо, ведь призовых мест всего три, а претендентов на них целых девять. Впрочем, о том, чтобы никому не было обидно, организаторы конкурса позаботились, учредили номинации и выбирали победителя в каждой. Финал, кстати, выпал на предпраздничный день, и каждый выходивший на сцену старался об этом напомнить. Прежде чем объявить победившего в данной номинации, хотелось бы поздравить всех присутствующих здесь женщин и всех учителей города Благовещенска с наступающим международным женским днем. Хочется вам пожелать, чтобы вы всегда оставались такими красивыми, яркими, запоминающимися. Большое вам спасибо, что сегодня вы есть и вы радуете нас. Всего номинаций семь. Их победителей наградили за лидерство, упорство, труд, новаторство и сохранение традиций. Выбрали прорыв года и духовное признание. Самой необычной стала номинация под названием «Детский выбор». Огласить победителя в ней вышли сами старшеклассники. Учительство не групп, а отвлечения. Умение всего себя отдать. Уйти на добрый год и сомнения. Отдать себя. Вот так, волнуясь и запинаясь, детское жюри выбрало своего победителя – Александра Опасова, учителя физкультуры школы номер два с трехлетним стажем. Его олимпийские игры на уроке запомнятся ученикам надолго. Кстати, этот же кандидат занял второе место в финале конкурса. Третье место получила учитель английского языка гимназии номер один Евгения Реснянская. А звание лучшего учителя Благовещенска и Кубок принадлежит 25-летнему преподавателю истории школы номер 12 Евгению Смолину. Победа для него стала сюрпризом. Знаете, я по знаку зодиака козерог, а мы козероги, мы такие цепкие. И если мы ставим цель, если я ставлю цель, я стараюсь ее добиться. Для меня цель была показать себя, показать, что я могу и что умею, и пытать умею довольно неплохо. Кристина Добробольская, Сергей Селезнев, программа «Город».